Один человек скончался, 13 заболели. На учете более 200 контактных. Такова неутешительная ковидная статистика минувших выходных. Эпидемиологическая ситуация в округе ухудшается. Вакцинация продолжается. В Ненецком округе продолжается кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Привились уже более 10 тысяч человек. Бесплатные прививки делают всем желающим в поликлиниках города Нарьенмара и поселка Искателей, а также в сельских медицинских учреждениях. Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг. В таком случае вакцинированный получает сертификат на двух языках – русском и английском, что позволяет ему беспрепятственно путешествовать. За полную вакцинацию предоставляются два отгула. Это не рабочие дни с сохранением денежного содержания в день прохождения этапа вакцинации или на следующий день по выбору. Для этого нужно будет просто написать заявление на работе. Жителям округа доступны три вакцины – «Спутник», «Ковивак» и «Эпивак Корона». Привиться можно любой. Принял решение вакцинироваться, потому что наблюдаю тенденцию среди знакомых. Огромное количество людей, к сожалению, очень тяжело переносит. К несчастью, есть и те, кто погиб в результате того, что осложнение вызвал коронавирус, особенно возрастные люди. Просто наблюдаю эту тенденцию, я считаю, самое правильное с нашей стороны, вообще как жителей России, это просто всем сплотиться, объединиться и пройти вакцинацию. Потому что есть страны, где гражданская самосознательность привела к тому, что вакцинировалось 100% жителей, они, в принципе, победили этот ковид. По субботам в городской поликлинике вакцинируют население без предварительной записи. Перед прививкой медицинский осмотр врача, который также посоветует, какой именно вакциной лучше привиться именно этому пациенту. Причем людям, имеющим хронические заболевания, врачи также рекомендуют вакцинироваться. Если внимательно посмотреть аннотацию, там ведь не написано, что при всех хронических заболеваниях нельзя вакцинироваться. Ни в коем случае. Там речь идет о, скажем так, последних стадиях заболеваний печени и почек. Все, при всех остальных-то можно. В некоторых регионах страны с ухудшением эпидемиологической ситуации вводятся жесткие ограничения. Например, в Краснодарском крае. С 1 августа здесь поселиться в отель или отдохнуть в санатории можно, только предъявив сертификат о вакцинации. Часть регионов объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий населения. Но что происходит сейчас в Российской Федерации? В Москве взрывной рост, причем штамм индийский. Заболевают молодые ребята, девчонки, ребята, и умирают в считанные часы. Никто не может понять, как, откуда эта болезнь. У одного так развивается, у другого по-другому. В сутки умирает в Российской Федерации, по сути дела, средняя деревня вымирает, по 400 человек. Деревня вымирает за одни сутки. В то же время Европа, где нет вакцины, и пытается всякими путями получить нашу вакцину, на 40% уже привелась. Российская Федерация, сколько вы думаете, 9-10%. Вакцинация населения от коронавируса, по большому счету, это обеспечение национальной безопасности государства, сохранение жизни и здоровья населения страны.